Многие жители частного сектора в Новосибирске и в Новосибирской области до сих пор не имеют возможности подключиться к центральному газоснабжению. В таких случаях люди используют сжиженный газ в баллонах. Его поставляет единственный в нашем регионе оператор Новосибирскоблгаз по установленному тарифу. Но, как оказалось, газовщики самовольно завышают цены на голубое топливо. В этом доме в последнее время стараются экономить газ и все чаще используют полуфабрикаты, которые достаточно просто подогреть. Ведь заправлять баллон с пропаном теперь удовольствие не из дешевых, признаются хозяева. В прошлом году столкнулась с проблемой, что газ у нас подорожал моментально, буквально на 42%. Заправили два баллона в июне, и вот уже осенью газ стал 70 рублей за килограмм, как вот на заправочных станциях. Ошарашенный таким ценообразованием потребитель стал выяснять, за счет чего выросла стоимость. Мы обращались в Федеральную заменобольную службу, обращались в прокуратуру, в приемные губернаторы. То есть, вроде как пришел ответ, что вот вроде как тариф действительно 49 рублей за килограмм. Ну, Новосибирскоблгаз продолжает требовать 70 рублей за килограмм. Хотя у них на сайте указано постановление службы по тарифам Новосибирской области, где четко прописано, что стоимость газа сжиженного для бытовых нужд составляет 49 рублей 20 копеек за килограмм. В профильном региональном департаменте нам сообщили, что общество с ограниченной ответственностью Новосибирскоблгаз уже не раз было уличено в завышении расценок. Необходимо отметить, что Новосибирскоблгаз является организацией единственной, которая на территории Новосибирской области уполномочена осуществлять поставку сжиженного газа в баллонах потребителю. Это у нас коммунальная услуга, которая подлежит государственному регулированию. И департамент по тарифам Новосибирской области, как уполномоченный орган, своим приказом установил соответствующие тарифы с доставкой до потребителя и без доставки до потребителя. В настоящее время в департаменте имеются факты обращений физических лиц о том, что данная организация применяет тарифы, которые не соответствуют тем, которые установлены уполномоченным органам. Регулятор утвердил тариф на газ в баллонах для бытовых нужд с доставкой до потребителя в июле прошлого года. Новосибирскоблгаз посчитал цену в 49 рублей 20 копеек экономически необоснованной и попытался оспорить тарифы в суде, но потерпел фиаско. После этого от потребителей стали поступать жалобы на рост цен. Правда, не всегда люди могли предоставить платежные документы в подтверждение данных фактов. В настоящее время существует мораторий на проведение проверок, поэтому мы реагировать не можем оперативно на эти случаи. Поэтому при выявлении таких случаев потребителя нам необходимо иметь платежные документы, чеки от квитанции, которая должна быть предоставлена потребителю коммунальной услуги в соответствии с 354-м постановлением правительства о предоставлении коммунальных услуг гражданам. Олег Пузанов утверждает, что неоднократно просил предоставить ему чек и ликвитанцию после оплаты очередного баллона с пропаном. Но доставщики лишь разводят руками, мол, никаких платежек не выдаем. Ну вот раньше мы ходили в Сбербанк, в Сбербанке оплачивали, все нормально по квитанции, то есть квитанцию предоставляли, как бы нам баллон меняли. А года два уже, как бы, вот они приезжают, говорят, теперь только оплата наличными. Я говорю, а вы чек предоставляете? Нет, мы не предоставляем. Между тем, разница в стоимости одного баллона газа от утвержденного тарифа составляет более 300 рублей. По 700 рублей он обходится уже в 1300 с копейками. В общем, хотите добиться того, чтобы по тарифу все-таки отпускал нам газ? Да, конечно, ну, как бы, мы же его не машину заправляем. Я понимаю, что там есть для коммерческих нужд, там газ продается по 700 рублей. Это у них тариф для коммерческих организаций. Но мы-то берем для бытовых нужд, вот в чем проблема. В самой компании «Новосибирскоблгаз» оперативно прокомментировать ситуацию журналистам не смогли. Однако, по информации департамента по тарифам, поставщика уже не раз привлекали к административной ответственности за завышение тарифа. По части 1 у нас предусмотрено в отношении юридического лица это изъятие двукратного размера излишней полученной выручки по завышенным тарифам. И в отношении должностных лиц это либо штраф в размере 50 тысяч рублей, либо предупреждение с последующей дисквалификацией должностного лица. Сейчас в отношении компании «Новосибирскоблгаз» проводится проверка уже прокуратурой Новосибирской области совместно с департаментом по тарифам. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям поставщика коммунальной услуги как в части завышения стоимости газа, так и в нарушении платежной дисциплины. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам, добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...